Посмотрите, как необычно и колоритно типичная дача советских времен. Сейчас они очень разные, но в большинстве своем современные дачи это уже такие полноценные дома. Вообще, что такое дачи? Краснодарские дачи? Я бы их условно разделил на три категории. Первая категория это вип-дачи. Дачи, которые находятся практически в самом центре. Первое, что приходит мне на ум, это те, что находятся в районе Дендрария. Да, в самом что ни на есть экологически чистом месте, где рядом огромный парк, где очень близко до центра расположены дачи. Садоводческое товарищество. Еще вторая категория это дачи для, скажем так, тех, кто хочет жить в собственном частном доме, но при этом не готов платить бешеные деньги за то, чтобы этот дом находился на территории какого-то, скажем так, хорошего района. Поэтому на окраине города первая линия это вот дачи такого среднего ценового сегмента. Если буквально год-полтора назад домик на дачах стоил 2-4 миллиона рублей в зависимости от отделки, от большого либо маленького участка и коммуникаций, то сейчас дом на даче, на первой, как я уже говорил, линии, то есть ближайшую к городу, начинаются такие дома от 6 миллионов рублей. Без ремонта. Ну и третье, это такие, знаете, дачи для всех. То есть те, что находятся за 10 километров от центра города. Так вот, у нас в Краснодаре просто основные дачные массивы находятся на Ростовском шоссе, и там они как раз-таки разделяются на километража. То есть там 9-й километр, 12-й, 14-й, и вот как раз 12-й, 14-й километр, это и дачи для всех. Там можно до сих пор найти дачный домик за, ну, до 3 миллионов рублей. Но правда, далековато от города, много пробок, ну и, собственно говоря, мало кто живет. Вообще, современные дачи в Краснодаре, это уже не просто садовые товарищества, и не просто такие массивы, где люди живут временно, это постоянные микрорайоны, где постоянно живут люди. Вот такая длинная подводка к нашему дачному домику. Домику с бассейном и сауной. Смотрите этот выпуск и узнаете, к чему же привела все-таки стройка у этого самого дома, у меня, у Южанина. Все, начинаем. Экономично, стильно, красиво, еще и, в принципе, доступно. Мы с легкостью его откидываем в решетку, пылесосим. Точно так же обратно мы потом эту закрываем решетку и продолжаем дальше жить. Насколько сложно подключить данный конвектор, чтобы его, допустим, если уже есть подводы? Есть ли какая-то сразу разница между до того, как он стоял и после того, как его установили? Стоимость обоплаты? Мы как-то больше стали потреблять газа, не знаю, там. Под всем домом теплый пол. Как же комфортно! Ножки скажут вам спасибо. Вот, можно даже мини-корпоративы, мне кажется, здесь проводить. Вот такой вот белый трехметровый красавец. Встречаю всех, кто подходит к дому. Такая высота выбрана не случайно. Дело в том, что эта дача находится на центральной улице, и, соответственно, там впереди автомобильная дорога. Шоссе шумное, по которой часто едут автомобили. И, соответственно, для того, чтобы жильцы уже не переживали, чтобы им было не так дискомфортно от лишних шумов, вот такой вот красавец забор спасает, собственно говоря, от всех вот этих вот некомфортных факторов. Мы установили автоматические ворота. Вот этот вот желтый проблесковый маячок об этом сигнализирует. Все, естественно, на пульте управления. Так что нет никаких проблем с тем, чтобы подъехать, нажать на кнопочку, и ворота, собственно говоря, откатятся. Покатились. Покатились они. Ну, ладно, вернем их в исходное положение. А сейчас пойдем посмотрим в дом. Тем более нас там ждут наши партнеры из Арт-Тепло. Прежде чем зайдем вовнутрь, хочу еще похвастаться. Мы здесь, в этом доме, построили все-таки, интегрировали в общее строение гараж. В гараже также вот такие вот автоматические ворота из сэндвич-панелей. Они утеплены, они также на автоматике. Открываете сначала эту ролету, эти откатные ворота, потом вот эти ролеты, и заезжаете спокойно уже в гараж. Открывать не буду, потому что там сейчас не прибрано. Там сейчас очень много, собственно говоря, мусора. Подождем, когда все вот это вот тоже приведет, собственно говоря, в более эстетический вид. Здесь будет зеленый газон, здесь будет все выровнено, здесь будет все аккуратненько. Поэтому не смотрите, что сейчас грязно, не смотрите, что сейчас еще как-то тускло. Совсем скоро будет красиво. Подождем, немножечко просто погода мешает. Идем к нашим отопительным приборам, к нашим радиаторам. аккуратно бережно распаковочка происходит у нас или они здрасте здравствуйте ну что я вам хочу сказать очень и очень и очень круто круто что вы у нас есть потому что у нас есть свою очередь и вот такие вот красавцы вот такие конвекторы друзья мои я честно скажу первый раз вообще первый раз сталкиваюсь с такими радиаторами обогревательными системами и когда мы их устанавливали перед этим ребят только вы не выбрасывайте деревяшки которые деревяшки у меня такие вот глаза думаю что там нужно это я звоню суда специалистов они говорят хорошо хорошо я думаю мало ли что для чего это вот нужно было объясните пожалуйста мне я то уже знаю ну и вам соответственно тоже чтобы вы тоже знали для чего нужны специальные какие-то вот не знать доски ну эти доски они нужны для чего они идут в комплекте что очень ценно нам производитель уже дает их возможность в случае если мы возьмем другого прозвонителя то мы просим чтобы эти доски сами люди выпиливали и вставляли цель первое в моменте заливки когда мы устанавливаем конвектор то есть эти деревяшки кладутся вовнутрь и дает возможность сохранить геометрию самого короба для чего это нужно для того что в дальнейшем когда все уже упаковано все сделано у нас во внутрь кладется решетка и случае если у нас нарушена геометрия у нас решетка будет застревать вот и в да и второе важно что решетка то у нас укладывается уже самом конце когда у нас уже все сделано а в процессе а заливка происходит еще практически на начальной стадии стяжка да да и очень много грязи очень много грязи то есть чтобы опять же туда помимо всего прочего вышесказанного не попадал еще и грязь то эти деревяшки кладутся до момента окончания вот вот ремонта то есть выхода на чистовую отделку и это круто когда производители это не премиум сегмент это не то за что вы платите невероятный количестве этот доступный качественный товар при этом в этот доступный качественный товар производитель уже положил то что а чего обычно болит голова за стаки более сейчас будут заливать а кто заливает заливать же подрядчик или стяжку он заливает и впринципе пофигу что там у вас он залил он делает свою работу и если поведет ваш радиатор это вы его не уберегли а искать эту доску подбирать его по размерам так чтобы там стать вот этот в этом случае взяли и производитель и ушли от самого простого и ненужного всем пути пошли правильно на секундочку оставим пока константина он занимается продолжает заниматься распаковкой выжима покажем эту распаковку в маленьком формате но уже более детально леонид пожалуйста вам слово вот кстати это деревяшка там слава мне слову да да вот чем собственно хорошо то что она у нас была мы сейчас как раз увидим двойной эффект первое все пол готов все залито все прекрасно ремонт как бы выведен то есть мы снимаем деревяшечку и понимаем что у нас чистота и красота потому что если бы вот этой бы деревяшки везде защитно не было здесь был бы тихий ужас мы не не раз это видели когда вот это игнорируют караул просто тихий караул вот и второй эффект соответственно вот мы сейчас положим как раз решетку то о чем я говорил про геометрию то есть за счет того что заливалась и все стояло на час и решетка с легкостью с легкостью легла то есть что у нас дальнейшем дальнейшем естественно пленки уже это не будет и нам нужно будет уже жить с этим конвектором любом случае когда мы будем жить будет так или иначе попадать какая-то внешняя пыль и мы с легкостью его откидываем решетку пылесосим и точно так же обратно точно так же обратно мы потом эту закрываем решетку и продолжаем дальше жить ну вы понимаете насколько он он даже внизу такой стильный черный матовый и производитель опять-таки позаботился чтобы вам было удобно вот эту самую деревяшку потом поднимать он сделал отверстие чтобы деревяшка спокойно выходить блин ну это круто это знаете похоже на iphone когда открываешь iphone а там все предусмотрено откуда там на сим-карту вытащить там специальная штучка все есть вот понимаете ну то есть тут у данной ситуации получается все упирается как сказать в ощущение то есть вот когда ты чего-то ждешь и она есть то есть вот меня всегда расстраивает когда ты какую-то вещь покупаешь ты вот на что-то надеешься лишь блин вот здесь чуть-чуть чего-то не хватает там чуть-чуть чего-то не хватает а здесь как бы вот тебя рука тянется ты шпа вот есть так раз ой все на месте и у тебя нет от этого диссонанса и дискомфорта слушайте ну лайк заслуживает это произведение искусств это реально очень круто и встала хорошо константин берете сюда что вы стоите там расскажите ваше ощущение расскажите ваши ощущения ну во-первых давайте так не смотрите вот на то что здесь вот нас окружает этот весь хлам потому что у нас еще пока идет финальный этап но уже совсем скоро вы увидите блистательный конвейктор во всей красе соответственно весь ремонт будет сделать ваше впечатление давайте так прокомментирую то что мы видим это то я называю производственный беспорядок да я всегда этому рад и в принципе ребята в начале пути и скажем так ну то что я вижу это более чем меня устраивает именно что правильно выбран конвектор здесь комфортно по теплу если вы все видите мы все принципе футболках находимся а на улице на всякий случай кубанская зима это плюс 2 и это холодно ощущается минус один вот здесь общее температурное поле ровно то есть мы понимаем что у нас конвейка работает правильном режиме мы можем наблюдать что у нас на стеклах нет никакого конденсата само по себе стекло при когда мы подходим к нему не дают чувство холода то есть нет того самого чувства сквозняка исходя из этого я как специалист а я могу так смело говорить здесь расчет сделан верно и сам прибор подобран также верно ну а теперь давайте я опять таки напомню что этот расчет вот делали специалисты то есть вот знаете вот я когда в котором этом не соображает которые вот просто говорит ребята мне проблема вот такие окна мы с вами делали до этого уже стильные модные красивые радиаторы стальные если вы не видели ссылочка сейчас сверху экрана на предыдущий выпуск про эти классные радиаторы посоветуйте что-нибудь более классное но при этом я не знаю какого формата нужно потому что у нас мы сейчас пойдем в другие комнаты там радиаторов нет там исключительно конвектор исключительно теплый пол и вот пожалуйста артиклу просто взяли прикинули так сколько площадь там все это и замерили и дали мне и я точно понимаю что что мне нужно и что после всего этого голова у меня болит не будет после всех этих установок и зимой вот и ну и летом тем более же красиво потому что будет летом с точки зрения технической вот я не подключал к сожалению подключали без меня я был в это время на съемки в сочи простите меня зрители поэтому сейчас вот я хочу чтобы вы сказали насколько сложно подключить данный конвектор чтобы его допустим если уже есть подводы могу я высказать свое мнение поскольку такой же конвектор стоит у меня дома ну как как и говорится да то есть я этим занимаюсь грех было это не поставить то есть другими словами установку своего прибора я производил своими собственными руками ну при помощи моих друзей так вот сложности никаких в принципе в данном случае не наблюдается а по факту нам нужно чтобы в полу была подача и обратка то есть подающая труба и обратная труба на которой мы ставим определенные вентили этими вентилями в общем-то и будем подключаться на к тому самому конвектору на самом деле самым главным скажу так процессом установки прибора являясь даже в не подключение а установка его в пол выравнивание и упаде по горизонту уже с готовым чистовым полом чтобы он не ходил чтобы он никаким образом не двигался и не выбирал и не выбирал да повторимся да он должен быть в уровень с чистым полом с готовым это основное условие то есть по факту если у нас вполне нормально углубление под него где мы можем спокойно облинуть регулировочные винтами которые у нас тут комплекте выровнять по горизонту все четыре стороны подключив его ничего сложного здесь абсолютно нет ну а теперь я хочу задать вот меркантильный вопрос но хочется спросить ведь наверняка сейчас наши телезрительницы особенно девушки которые любят считать деньги за услуги жкх спросят а если какая-то вот у вас как у пользователя у вас есть уже этот конвектор если какая-то сразу разница между до того как он стоял и после того как его установили стоимость его оплаты мы как-то больше стали употреблять газа не знаю там что-то не знаю электричество если у вас водяной котел в один нет на самом деле здесь обратная ситуация поскольку внутри полный конвектор он состоит из трубы гнутой и на трубу надеты те самые ламели алюминиевые мы понимаем что если брать сравнение с объемным радиатором с любым другим у него объем сильно меньше другими словами при установке конвектора система отопления у меня стала еще скажем так менее объемная и по факту котлу надо меньше трудиться для того чтобы у меня сейчас надо котлу нужно меньше трудиться для того чтобы подогреть определенное количество воды так все-таки меньше или больше затраты были нет нет меньше затраты стали стали они серьезно естественно это вот друзья мои вот 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 к чему мы идем мы же идем не к тому чтобы знать там а влупить денег там о зато красивый вид и потом еще влупливаешь влупливаешь за каждый месяц там эти вот постоянные повышения газа и электричества я веду сейчас цены на энерго на ресурсы а вот получается вообще обратная ситуация тоже круто это же круто экономично стильно красиво еще и еще и в принципе доступно вот я кстати когда опять если вы вдруг не видели эту мою историю самую первую мы начались с того что я загуглил очень как можно подобную тему оттопить или как-то ее обезопасить от всевозможных обмерзаний и конденсата и вот тут я нашел проект конвекторы зашел на сайт первый попавшийся сайт мне сказали знаете замануха конвектор на репольный 16000 по моему что такое там было я такой думаю в принципе там двухметровый что-то оказывается они же еще и делятся на глубину там на количество трубок на всего и это самый дешевый конвектор естественно я позвонил но тут мне раз дало разочарование потому что даже если у вас есть деньги то получите его в лучшем случае через пять недель вот так вот здесь вот что-то изменилось у вас вот просто у нас его все получилось очень быстро я позвонил там буквально там ну вот сколько там неделя там максимум там две что такое с доставкой из изготовления под наши размеры что-то изменилось после этого у этого производителя нет вот вот а этот производитель лидер находится у нас тут в крыму ну даже не важно в крыму ли он находился бы либо не в крыму это в принципе установка дмитрия директора завода о том года его приборы должны быть изготовлены максимально быстрый срок да то есть по нашим заказам по не знаю по 80 процентам приборы приезжают в течение двух недель с момент размещения заказа то есть это две недели с учетом дороги зачастую дорога из крыма к сожалению может занимать очень много времени это в принципе там три-четыре дня порой из москвы выезжает быстрее вот то есть в принципе мы можем понимать что производственный процесс изготовления приборов у нас занимает неделя ну то есть это очень хорошая скорость и поэтому мы очень довольны этим производителем мы по качеству и по срокам у нас нет претензий и по подходу дмитрия к бизнесу это очень важно ну вот а мы можем ответить то же самое вам и фи момент слейтера вот он красавчик наш бассейн с искусственным камнем с модной пленочкой законсервированный про него мы обязательно расскажем а пока вот так вот выглядит этот прекрасный зал гостиная зона приема которая собственно говоря когда ее помыли уже выглядит ну очень на мой взгляд просторно посмотрите пожалуйста здесь восемь на пять с половиной то есть достаточно места для того чтобы села большая компания огромная семья вот можно даже мини корпоративы мне кажется здесь проводить кухня как всегда формате до потолка со встроенной техникой это холодильник посудомоечка ну и собственно говоря здесь искусственный камень виде вот такого фартука столешницы и вылитая также из искусственного камня раковина вся техника работает вот все все готово к тому чтобы уже начать функционировать но еще еще пока домываем последние квадратные метры пока мы подготавливаем зону там где сауна там где еще не закончено строительство немножечко подводят нас определенные форс-мажорные обстоятельства мы не можем пока вам показать сауну зато покажу вам собственно говоря все остальные комнаты и так вот она большая кухня гостиная здесь благодаря конвектором ощущается то самое тепло и не ощущается дискомфорта ничто не потеет и вид вот такой вот на зону отдыха с бассейнами здесь будут лежаки вон там будет зона барбекю зеленый газончик в общем вот так вот все будет пойдемте дальше конечно же вот такой телевизор 75 75 дюймов вот южанин здесь будет смотреться мне кажется очень очень здорово хоть даже 4к хотя мы пока еще так не снимаем вот ну скоро скоро все будет вот идем дальше первая комната ее окна выходят на забор но благодаря тому что здесь будет газончик и высажены уже высокие взрослые деревья все будет очень красиво очень уютненько опять-таки телевизор тумба сплит система диван и вот такие вот проходные включатели выключатели с розеточками здесь все как вы видите сделано из шпона дерево скрытые скрытая проводочка дополнительные розеточки ну и шкаф-купе также в каждой комнате пойдем дальше здесь у нас санузел со своей форточкой со своим бойлером здесь бойлер на 100 литров вот так вот чтобы можно было и ванну принять и сразу же после этого душ в общем воды хватит и посмотрите на плитку какая большая плитка использована в отделке причем в круговой на полу и на стенах чтобы вы понимали под всем домом кроме гаража теплый пол вот так вот все регулируется можно где-то убавить это прибавить очень комфортно ходишь и радуешься как же комфортно ножки скажет вам спасибо двери нестандартные двери высокие то есть это не обычный полотна в 2 метра причем с алюминиевая окантовка и магнитным замочком идем дальше здесь такая постирочная гладильная здесь установлена гладильная доска с утюгом уже и стиральная машинка с сушкой вот хозяйки оценят ну и радиатор чтобы здесь было тоже комфортно соответственно все сделано для того чтобы не было лишних испарений поэтому есть и вытяжка есть и вот такая вот форточка идем дальше и попадаем во вторую спальню посмотрите какая большая посмотрите какая она большая здесь на самом деле несколько вариантов исполнения можно вот так оставить кровать здесь в уголку лежишь смотришь опять-таки южанина конечно же ну и наслаждаешься прекрасным сном за городом либо поставить диво кровать вот сюда передвинусь здесь поставить диванчик столик и уже знаете такая своя мини гостиная в отдельно взятой комнате будет то есть исполнение вариантов использования этого помещения очень очень много и опять же посмотрите на наш прекрасный конвектор как это все гармонично как это все классно все это сделано но ну здорово здорово же согласитесь ну очень 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 круто молодцы ребята арт тепло ребята с крыма вы супер вы молодцы изготовители просто ну и с этой комнаты мы уже можем выйти на нашу зону бассейна я представляю насколько это будет круто начиная с марта когда уже потеплеет когда уже будет больше голубого неба и теплого уже солнышко когда вокруг все это приберется все это будет более красивым выглядеть это будет замечательно а хочу кстати внимание обратить вот на эти пустующие пока ниши с естественно понятными для вас инструментами это карнизы то есть совсем скоро здесь будут шторы и тогда станет более все уютно ну естественно хозяйка которая зайдет сюда она конечно добавит здесь поставить цветочки тут повесит картину здесь сделает еще что-то для того чтобы ее дом уже был по-настоящему таким знаете очагом полным уюта тепла и прочее 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 но остались еще недоработочки вон те две комнаты сейчас пока комната убирается а вон там маленькая дверка это наша сауна вот про нее мы расскажем попозже нашем следующем выпуске хватит уже и в этот раз мы достаточно вам показали много рассказали я думаю что эти сейчас самое время взять паузу нам это все доделать чтобы вам потом уже писать так сказать просто по полной программе нравится не нравится чтобы вы добавили мы как раз к тому времени учтем те комментарии которые вы сейчас оставите поэтому не стесняйтесь пишите здесь комментарии я понимаю что на вкус и цвет фломастера разные дома тем более я сразу скажу я в восторге от планировки потому что у меня большая семья и я понимаю что благодаря планировке п-образной я могу разделить зонально и распределить всю семью так что никто никому мешать не будет вы представляете что от этой комнаты до той комнаты практически два санузла ну большой это четыре метра вот до той комнаты вообще улица и восемь метров поэтому я думаю что слышно не дискомфорта не будет никакого шумового но и когда все это приведется в порядок вот тогда и поговорим а пока а пока есть еще недочеты есть на чем работать пишите хотели бы вы себе такой дом а если вы хотите то я вам кстати сброшу номер телефона собственника возможно вы приобретете его и будете здесь жить гарантия на все что здесь есть есть поэтому приобретая подобный дом вы будете уверены что вас не кинут что все сделано с умом что все сделано качественно что даже спустя год вы можете прийти искать у меня там знаете один нюансик и его этот нюансик устранят вот такой дом пожалуйста смотрите и оценивайте ставьте лайки и